Сенсационную находку сделали археологи. В горах Боржомского ущелья они обнаружили останки загадочных существ, о которых веками слагали легенды местные жители. Как оказалось, сказки об огромных великанах на самом деле реальность. Какую же тайну хранила эта высокогория, узнал наш корреспондент Михаил Рыбакидзе. Эти кости принадлежат людям-великанам. Жили они 25 тысяч лет назад в горах Боржомского ущелья. Ученые утверждают, что рост человека-гиганта мог составлять от 2,5 до 3 метров. Академик Абесалон Векуа считает, что находка может стать сенсацией, так как в научных кругах давно обсуждается тема, связанная с великанами, населявшими отдельные районы Евразии десятки тысяч лет тому назад. Обратите внимание на бедренную кость. Она отличается от кости современного человека своей величиной и толщиной. Череп тоже значительно больше. Эти люди жили и развивались обособленно от остальной цивилизации, поэтому и отличались ростом. В научной литературе они упоминаются как великаны. Однако до сегодняшнего дня документальных подтверждений этой гипотезы не существовало. Таким образом, мы стоим на пороге сенсации, но этому будет предшествовать кропотливая работа. Легенда о великанах в высокогорье Божомского ущелья передавалась из поколения в поколение. Местные пастухи и охотники утверждают, что их предки рассказывали о сверхсильных гигантах, живших давным-давно в этих горах. Мой дед рассказывал об этих странных существах, которые раньше здесь обитали. Ему тоже, наверное, об этом поведал кто-то. В горах суровые условия жизни, по сей день нетронутая природа. Наверное, поэтому лишь сверхчеловек мог выжить в те времена. Группа из 15 человек, в составе которой археологи, палеонтологи и историки, покинула охотничью сторожку и отправилась в экспедицию высоко в горы. Сколько им нужно было идти до долины великанов, точно сказать, никто не мог. Впереди их ждали трутые склоны, ледяные горные реки и встречи с лесными хищниками. Единственная женщина, член экспедиции, журналист Лела Нинуа, о проведенной вдали от цивилизации недели, вспоминает как об экстремальной игре на выживание. Нам приходилось самим добывать пищу. Это в основном рыба из горных рек. Ведь с собой много продуктов не возьмешь, тяжело. Собирали грибы, по ночам группами дежурили, к нам подкрадывались медведи и волки. Однажды я отстала и потерялась. Не представляете, плакала, навзрыд. Меня нашли через полчаса, оказалось, что прошла целая вечность. Энтузиазм членов экспедиции был вознагражден. Городище великанов. Вот оно. Теперь от поселения странных существ остались каменные тропы и полуразрушенные склепы. Местность усеяна костями. Их подняли на поверхность горные ручьи, которые разливаются весной во время таяния снегов. То, что мы обнаружили, превзошло все ожидания. Мы сейчас для первичного исследования можем с собой забрать лишь то, что лежит на поверхности. А что находится в этих каменевших вулканических породах, можно будет узнать в ходе долгосрочной экспедиции. Здесь очень много интересного. Этот необитаемый горный массив Боржомского ущелья может превратиться в настоящее эльдорадо для ученых. Теперь точно известно, что долина великанов – это не миф. Очередная, уже более многочисленная и снаряженная экспедиция направится сюда следующим летом. А пока грузинским ученым совместно с их зарубежными коллегами предстоит детально изучить уникальный материал, который удалось обнаружить. Михаил Рубакидзе, Нина Аразашвили, Георгий Базадзе. Первый канал. Боржомское ущелье Грузии.